Первый голосовой портал Я хочу одного на свете Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази Все, что до тошноты знакомы Все, что лезут в глаза и уши От верховного лысогнома До последней домашней Ксюши От блажащей массовки снизу До верхушки в гебульных рясах От державного жополиза До эстрадного жопотряса Я хочу увидеть их в морге Чтоб прозектор кромсал их тушки От наследника недозорга До сосательной журналюшки От потешных зиц атаманов До героев конька и мата От вождя молодых баранов До дворового дипломата От рубителей прежней щепки До строгателей новой стружки От носителя главной кепки До звонящей в эфир старушки Наступает он зрим и четок Край, когда одного лишь надо Не зарплат, не жратвы, не шмоток А того, чтоб вы сдохли, гады Вместе с вашей халуйской спесью Вместе с вашей вселенской ложью Вместе с вашей блевотной лестью Вместе с вашей рычащей вошью Неослепли мы, неоглохли Сколь не бейтесь в пиар-угаре Мы ответим вам Чтоб вы сдохли Чтоб вы все передохли Твари Нестеренко Юрий Леонидович Родился в 1972 году В 1989 окончил физмат-школу номер 542 при МИФИ И поступил в означенный институт на факультет кибернетики В 1995 окончил МИФИ с красным дипломом В настоящее время занимается больше литературой, чем программированием Хотя с последним тоже не распрощался Был одним из сценаристов игр Иван Ложкин «Цена свободы» и «Космические рейнджеры» Неоднократный лауреат Всероссийского пушкинского молодежного конкурса поэзии Автор многих стихов, прозы и юмористических произведений Принципиально не участвует в конвентах и тому подобных мероприятиях Не состоит ни в каких союзах Индивидуалист, рационалист, космополит Радикальный антикоммунист и антиисламист Враг любых коллективистских и догматических учений Убежденный противник секса и любых наркотиков Убежденный сторонник смертной казни и права граждан на оружие В 2010 году попросил политического убежища в США Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Первый голосовой портал И сегодня в гостях у Первого голосового портала Известный поэт Юрий Нестеренко Здравствуйте! Вы достаточно известная фигура в интеллектуальном и творческом пространстве Ваши стихи популярны в интернете Вы состоявшийся автор Книги ваши печатали ведущие российские издательства Тем не менее, почему-то в российских СМИ очень мало было ваших интервью Я знаю, в Огоньке Дмитрий Быков делал с вами интервью Но вас же не приглашали на телевидение, радио Вот на Эхо Москве я вас не слышал, например, на РЕН-ТВ не видел А чем вызван такой информационный вакуум, на ваш взгляд? Ну, видимо, просто либо я не известен соответствующим людям, либо неинтересен Это у них надо спрашивать, а не у меня Ко мне от них предложений не поступало поговорить о литературе или тем более о политике Если бы поступило, я бы не отказал бы им Ну как, ведь существует, например, такой телеканал «Культура» Неужели даже на «Культуру» не приглашали? Я думаю, что они вообще обо мне не слышали Понятно Теперь, собственно, давайте перейдем к тому, с чем я недавно ознакомился Я ознакомился с таким текстом под названием «Исход» Дата написания этого текста помечена декабрем 2010 года В этом тексте вы позиционируете Россию как некое абсолютное зло Что это? Это обида на государство? На историю государства? На народ, населяющий эту территорию? На что-то иное? Это логический вывод, который в статье весьма подробно обоснован Собственно, все желающие могут с ней ознакомиться на моем сайте un.complice.ru Ну, наберите в любом поисковике сайт Юрия Неспиренко Первая ссылка вам выскочит Вот там, соответственно, в разделе «Нонфикшн» Статья и исходы В этой статье я подробно обосновываю не только свою личную эмиграцию Но и почему, собственно, я считаю в данный момент Ну и в данный момент и в любой обозримом перспективе Эмиграцию единственным разумным выходом Остающимся для приличных людей в России Поскольку безнадежно все, просто говоря То есть я, естественно, поскольку я родился в этой стране Жил в ней долгие годы Естественно, я пришел к такому выводу не сразу У меня тоже были какие-то надежды, были какие-то иллюзии В отношении того, что все, что там творится, можно изменить по-лучшему Что можно сделать цивилизованную европейскую страну Но если не из России целиком А в том, что это невозможно, я убедился уже давно То хотя бы, по крайней мере, в случае ее дезинтеграции на несколько государств Хотя бы в части этих стран Но сейчас я не верю уже даже в это Я полагаю, что, как не папа Или, может быть, неупрощенно это звучит Этот народ действительно безнадежен Точнее говоря, есть два русских народа как таковых Точно так же, как есть два семейских народа Да, пожалуйста, еще раз о двух народах, которые существуют Существует два народа Один народ, это, в общем, наследники той Руси Которая существовала до монгольского нашествия Это была конфедерация независимых княжеств Которые были по тем меркам А по меркам того времени Весьма прогрессивными европейскими государствами В общем, во многом более прогрессивными Нежели страны Западной Европы Даже Новгородская республика Там была практически поголовная грамотность Чего не было ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии Государные одолжили у русских княжев деньги Нанимали русских воинов в своей армии и так далее То есть это действительно была европейская страна Точнее говоря, это в нескольких европейских странах У которых были прекрасные перспективы В общем, сложись история по-другому Вполне возможно, что не Западная Европа А именно вот эти русские княжества Стали бы центром европейской цивилизации Но случилось то, что случилось Монгольское вторжение Со всеми его последствиями Последствиями не только военными Но последствиями, в первую очередь Которые оно оказало на менталитет Когда действительно Ее связь с европейскими ценностями была утрачена Настала эта азиатчина Причем настала она при самой горячей поддержке Российских князей-предателей Коллаборационистов Которые очень охотно пошли на службу Орде И использовали ее для того, чтобы Ее руками решать свои проблемы захвата власти Но вы Александра Невского, наверное, имеете в виду, да? Безусловно Одна из самых гнусных фигур в русской истории Это Александр Невский Который совершил гораздо большее зло Чем внешние завоеватели, скажем так Которые приходили с запада А вам скажут, Юрий, а победа на Чудском озере? Ну, во-первых, была ли вообще победа на Чудском озере Это вопрос спорный Не играл совершенно никакой роли В глобальном масштабе Не говоря уже о том, что не было, собственно говоря, никакой опасности Исходившейся с тех сторон Были обычные феодальные разборки Когда с одной стороны тевтонцы А с другой стороны новгородцы Грабили Чуть и Мерю, которые там жили Вот они между собой в процессе этого грабежа взаимного сталкивались Ну и периодически, соответственно, у них из-за этого Происходили какие-то мелкие столкновения Обычные феодальные разборки Никакого глобального цивилизационного противостояния не было А глобальное цивилизационное противостояние было как раз с Востоком Которому Невский с большой душой отдался Вот, и, собственно говоря, первый год, что называется, уничтожение русской свободы Причем именно там, где у этой свободы были наибольшие шансы Новгородской республики Которая дольше всего осталась последним свободным русским государством Вот, уже после того, как Московия стала вот этим самым царством тьмы и зла Которым оно стало при московских князьях Начиная с Ивана Калиты Утопившего в крови своих соотечественников И вот монгольское завоевание, оно до Новгородской республики Как мы знаем, в полной мере не дошло Но, тем не менее, тем не менее Ну, Бог бы с ними, Юрий, Бог бы с ними с монголами А как великий реформатор Петр Первый Который голландцев сюда, шведов сюда привозил Который хотел европейзировать Россию Ведь нам же говорят, великий реформатор Петр Первого существовал еще в 19 веке замечательная эпиграмма В чем сводился от его деятельности Что наш исконний баток старинный Кстати говоря, заимствован опять у той же самой Орды На Руси кнутов не было до этого Исконний баток старинный шпицрудиным немецким заменил Вот все достижения Петра Первого Петр Первый был маниакальный садист, пьяница Тоже маниакальный, кстати говоря Которому мало было нажираться до свинского состояния самому Ему важно было еще напоить всех окружающих Много на эту тему известно Там знаменитый кубок Большого Орла Который он заставлял выпивать чуть ли не литр водки Он был военным преступником Даже по меркам не самого гуманного 18 века Он продавал христиан в рабство на восток Захваченных в ходе завоевательных походов Собственно, война со шведами Чем она была в российской истории Преподносится это опять как некая защита от агрессии со стороны запада На самом деле все было с точностью до наоборот Карл XII был жертвой Против него была развязана агрессия Несколькими странами, в том числе России Когда к власти в Швеции пришел молодой монарх Они решили, что это будет легкая добыча Что они, значит, сейчас быстренько его разгромят Оказался он не так прост Оказался он крепким орешком Но и вынужден был, соответственно, против них воевать Кстати говоря, он практически, за исключением Полтавы Практически не проиграл ни одного сражения И деятельность Литра Первого Она сводилась не к тому, чтобы вернуть Россию на европейский путь Который был ей утрачен А в том, чтобы удержать ее на азиатском пути И использовать для этого европейские средства И, собственно говоря, чаще всего попытки реформирования в России Какие-то, попытки ее европеизации, модернизации Чаще всего они сводились именно к этому Соответственными средствами удерживать азиатскую модель Понятно, понятно Вот вы много там также пишите в этой своей работе о холопстве Вы пишете о том, что даже Ивана Четвертого называли Иваном Грозным Как бы подчеркивая свою холостность То есть не злобным, не кровавым, не преступным А именно Грозным Всего лишь Грозным Иван Датчаря был Иван Ужасный Там даже в английском языке слова нет такого Грозный Который выражал бы восхищение жестокостью Это именно специфический русский феномен Такое отношение И, ну, кстати говоря, надо все-таки закончить мысль о том Что есть два русских народа Вот первый русский народ Это те наследники европейской традиции Которые практически полностью уничтожены Которым я отношу в том числе себя Их остались считанные единицы А все остальные это наследники вот этой азиатской традиции Вот этой традиции тирании Которая воспроизводила друг друга себя в разных формах Из столетия в столетие И будь то формы московского княжества Будь то формы Иоанна Гро Будь то формы Петра Первой и последующей империи Будь то большевики Будь то нынешний путинизм Это все звенья одной цепи И все попытки модернизации Историки засчитали их не меньше восемнадцати Все они оканчивались в конечном счете провалом То есть они опять-таки оканчивались торжеством тирании Если какие-то вводились послабления То они потом сводились на нет и отменялись И было потом еще хуже Ну а как же 1861 год Знаменитый указ Александра Второго Ну а вы вспомните чем Александр Второй кончил На него было семь покушений Последний из которых оказался успешным Собственно Александр Второй Это на мой взгляд единственный практически Более-менее приличный правитель в русской истории Ну Второй Ельцин То есть вот Александр Второй Ельцин Это два человека которые искренне хотели дать России свободу У остальных даже намерений Про Ельцина вот вы уже зацепили меня А про Ельцина говорят что Был человеком алкоголизированным Что был человеком крайне слабым И что на самом деле-то Вреда от него и от его семейки Гораздо больше Нежели от тех реформ Которые он проводил И что реформ-то по большому счету Не было проведено Нет, но насчет того что реформ не было проведено Это полная чушь Если бы это было так То мы бы жили сейчас при БСС Он был слабым Это тоже полная чушь Вот как раз человеком он был очень сильным Это по-моему Просто не нуждается в доказательствах Достаточно посмотреть на всю его биографию Ну если не брать там самые последние годы Когда просто он уже сдал очень сильно И первый срок Ельцина Это безусловно было лучшее время В истории России Ну по крайней мере Уж в истории 20 века точно Ни всякого сомнения Второй срок конечно уже да Там уже конечно пошла полная деградация Но я не сказал что два этих человека Кстати говоря про Александра Второго Тоже можно сказать много плохого Я считал что два этих человека были идеальными Я сказал что они были единствами более-менее всех остальных Которые имели прямо противоположное желание И собственно говоря Трагедия Александра Второго Она заключалась в том Что он сначала начал все эти реформы А потом он же испугался Он начал откатывать назад Что и породило ответную волну террора Самое опасное для реформатора Это вот начать Не то что не начинать А вот именно начать А потом сдавать назад Вот это обычно кончается очень плохо И в случае с Александром Вторым Это так получилось В случае с Горбачевым Получилось то же самое Хотя в целом Доталитарный режим рухнул Но это произошло помимо воли Горбачева Который надеялся сохранить его в никаких мягких формах Ну да Там социализм с человеческим лицом и так далее Новый союзный договор и так далее Это было невозможно И в общем хорошо что это было невозможно Другое дело что к сожалению Опять в конце концов все накрылось В конце концов все тем же самым медным тазом В данном случае оно накрылось пуче В конечном счете уже после Ельцина И вот то что действительно Самая большая ошибка Ельцина Я думаю что это все таки ошибка А не сознательное преступление Это не то безобразие Которое происходило Из-за весьма неудачных реформ Гайдара То что они неудачные Это не мое мнение Я не экономист Это я советую над тем почитать Иларионова Он весьма подробно это обосновывает Ни в коем случае не каких-то коммунистов А вот именно вот либералы Иларионова Которые показывают что реформы Гайдара Были весьма неудачными С либеральным чувством Вот в общем не Гайдара Не Чубайс Главная вина Ельцина Главная вина Ельцина Это Путин Безусловно Именно это заставило вас Принять решение об эмиграции Я напомню что мы говорим Сейчас в прямом эфире Первого голосового портала С поэтом и писателем Юрием Нестеренко Вот Путин Заставил вас Принять решение об эмиграции Не сам Путин как таковой То есть почему я делаю Окончательный вывод о том Что Россия безнадежна Безнадежна не только государство Государство безусловно Углюдочное и преступное Она безнадежна страна и народ Именно потому что нынешняя Вот последняя провалившаяся На наших глазах попытка Модернизации, либерализации и так далее Она качественно отличалась От всех предыдущих Во всех предыдущих попытках Либо вообще не ставилось Стоит дать народу свободу чаще всего Либо если она ставилась То в очень неком урезанном виде С очень большими ограничениями И в общем конечном счете Никогда эта свобода не давалась Даже если рассматривать Не только реформы сверху Даже если рассматривать Возможные бунты и революции Все равно там о реальной свободе Речи не шла В лучшем случае декларировались цели Но реальной свободы не было В случае 90-х годов 20 века Реальная свобода была дана То есть все о чем мечтает Нынешняя оппозиция Которая говорит Вот давайте Если у нас будут честные выборы Если у нас будут телеканалы Если у нас будут свободные СМИ Если у нас будут реальные Немарионеточные партии Если у нас будут демократы в парламенте Вот мы построим Свободную процветающую Россию Господа хорошие Все это у вас было Это было в течение всех 90-х годов И чем это кончилось? Это кончилось тем Что этот народ Сам добрый Без какой бы то ни было Окупации Военного переворота Спустил все свои свободы В путинский сортир Добровольные С песнями И вот это как раз Окончательно позволяет Делать вывод о том Что никакой свободы В этой стране не будет Не будет ее в принципе Потому что Не только ее дать некому Ее взять некому Этому народу Свобода не нужна Более того Она ему ненавистна Это Маркс в свое время говорил Что никто не борется Против свободы Борется против чужой свободы Маркс говорил много глупостей И это в том числе Оказалась одна из его глупостей Русский народ борется В первую очередь Ненавидит именно против Своей свободы А уже только потом И как следствие Против свободы других Поэтому такая ненависть К Грузии К Украине Времен оранжевых То есть ко всем Кто вырвался Из вот этого Рабского болота Кто вырвался на свободу На запад Поэтому их так ненавидит И ненавидит их Не только Путин Достаточно почитать Те же самые форумы В интернете Опять говорят Вот пропаганда Вот останкинская игла Да останкинская игла Но в интернете нет останкинской иглы Пожалуйста Получайте свободную информацию Более трети Жители России Имеют доступ Свободный в интернет И чем Как они используют Эту информацию Посмотрите на политические форумы Чем они их заполняют Ненавистью к западу Оскорблениями В адрес Американцев Грузин Евреев И так далее А вот к вам как раз и вопрос Вот к вам как раз и вопрос От Эдуарда Из Канзас-Сити Почему за многие века И изменения Политических строев Не удалось изменить Рабское мышление В России Сохранялась Вот эта имперская структура И сохранялась Эта имперская преемственность То есть в принципе Вообще говоря Вот эта огромная Совершенно огромная территория Это могила Для любой свободы Потому что Вообще Это опять-таки Это не европейская ценность Вот эти вот Огромные просторы Которыми нас здесь Получили гордиться Это полная чушь Этим гордиться Это проклятие России Потому что Это ценность Именно орды Орды кочевников Которым нужны Новые паспища Вот им нужны Бескрайние территории Ну так даже И территориями-то Как-то пользуемся Неумело, Юрий Даже как-то Территории стоят И пустуют Так ведь их Скоро китайцы заселят Ими невозможно Пользоваться умело В принципе Потому что Нахапали эти Гигантские просторы На которых жить нельзя Где средняя Годовая температура Минус 4 Ну да Две трети Невозможно там жить Две трети Жить невозможно А обслуживать их надо Надо потратить на них Какие-то ресурсы Нужно проводить там Какие-то дороги Контролировать там Местные власти И так далее Это все нереализуемо Это именно Вот получается Что держать Такую огромную территорию По крайней мере Хоть как-то Можно только Путем жесточайшей тирании Потому что она неуправляема Вот вам вопрос В связи с этим Александр из города Владимир Спрашивает Какой тогда Если не имперской Вы видите Россию Сколько стран Здесь должно быть Ну Сказать что Есть какое-то Четкое число Это нельзя так сказать Ну По крайней мере Ни одна Ни две Ни три Намного больше То есть Ну в принципе Я говорю Что возвращение К той структуре Которая была До монгольского Вхажения на Руси Вот этих Вот нескольких Княжеств Это как раз Было бы Весьма Прогрессивно Но сейчас Уже опоздали Потому что Этот менталитет Он поразил уже всех Сейчас просто нет Нет того здорового Куска Который Можно было бы Выделить Отрезать Отделить И строить В нем Процветающее Европейское Свободно Демократическое Государство Просто нет Там не Петербург Там не тем более Москва Там не тем более Какие-то Другие регионы Чисто русские Или тем более Нерусские К сожалению Уже Уже все безнадежно Давайте Юрий Все-таки От гипотетики Будущего И геополитики Немножко Перейдем К нашему Сегодняшнему Настоящему Вот за последние 10-12 лет Из России В дальние зарубежья Только официально Только официально Подчеркиваю И на постоянное Место жительства Выехало Более 1 миллиона Человек И еще Огромное количество Неофициально Выехало Ежегодная Миграция Составляет В среднем От 80 до 100 тысяч Человек И эта цифра Неуклонно Прогрессирует Вообще В последние месяцы Наметилось Такое настроение Тотального Бегства Причем уезжают Лучшие люди Специалисты Интеллектуалы Бизнесмены Ведь Не только Дети Любовницы Чиновников Перебираются На запад А кто Приходит Им на смену Вот смотрите Кто стремится В Россию Это выходцы Из Средней Азии Из Китая Вот есть такая Поговорка В русском языке Свято место Пусто не бывает Да Только мы забыли О том В каком контексте Она произносилась А контекст Этой поговорки В том Что нельзя Строить храм На месте Разрушенного Святого места Потому что Там поселялись Бесы То есть Оно Не поступит А тут же Заселяется Нечистью И вот То что Люди Лучшие Люди Сейчас Покидают Страну Это уже На самом деле Интеллектуальная Катастрофа Но ведь Далеко не все Могут уехать Из России Кто-то тут Запаен Как в подводной Лодке Вот например Я со своей Семьей Кто-то принципиально Не хочет Вот говорит Как Немцов Например Пусть воры Кремлевские Уезжают Таких много Которые так Говорят И все чаще Люди используют Такое понятие Как внутренняя Эмиграция То есть Понятие Которое Было введено Еще в обиход Анны Андреевны Ахматовой Как вы думаете Юрий Насколько Сейчас Актуально Это понятие Я считаю Что это худший Вариант На самом деле То есть Это то Половинчатое Решение Которое Сочетает Все только Минусы Никаких Плюсов Я призываю В своей статье Действительно Коммиграции Реальной И я говорю Что России Это не надо Сокрушаться По поводу того Что без нас Россия погибнет Пусть погибнет Она этого заслужила Россия Это не то Что следует Спасать Это то От чего Следует Спасать И вот Нам Тому Абсолютному меньшинству Абсолютному меньшинству Которое составляет Ну по моим прикидкам Процента Три В самом лучшем Случае Пять Но это уже Гипераптимизм Скорее меньше Ему действительно Надо уезжать На запад Надо уезжать В цивилизованные страны Это не значит Что мы должны Забыть свой язык Свою культуру Наоборот Мы должны И можем Их сохранить И уж Если это получилось У евреев Которые жили В России Не две тысячи лет То тем более Это получится У нас В условиях Современных технологий Которые позволяют Держать связь Друг с другом И так далее А что касается Тех Кто остается В России Ну они остаются Просто на гибель По моему мнению Может быть На физическую В крайнем случае На гибель Интеллектуальную Творческую И так далее Потому что У них не будет Возможности Для Какой-то Самореализации А перед ними Просто встанет Вопрос Физического выживания И не факт Что это вопрос Ему удастся решить Потому что Хорошего ничего не будет Хорошего в России Ничего не будет Вот это я могу Гарантировать Я не знаю Какие именно Формы это примет Будет это бунт Будет это гражданская война Будет это Продолжение Вот этого Медленного гниения Но хорошего не будет Потому что Нет того материала Из которого Можно сделать Что-то хорошее Вы позиционируете Россию Как абсолютное зло А вам Могут возразить Ну какое же мы зло У нас да Кривая Хромая Косая Суверенная Суверенненькая Но демократийка Такая Есть же все-таки Вот мы В интернете Можем с вами Разговаривать Спокойно Костерить этот режим Мы же Не КНДР Какой-нибудь Что вы ответите Ну пока еще Не КНДР Но к этому все идет Знаете Сталинские репрессии Тоже начались Немгновенно Вот И даже Больше Даже И ленинские репрессии Начались Немгновенно И дали Даже дали Собраться Учредительному Собранию Правда Тут же его Разогнали Но собраться Все-таки Дали Выборы Туда Все-таки Провели Так что То ли еще будет Еще не вечер Тенденции По-моему Совершенно А коммунисты Вам ответят Вот я очень часто Говорил практически Слово в слово То что вы говорите Мне возражали А вот коммунисты В основном А Ленин Немгновенно именно в россии что но потом уже как метастазы пошел отсюда те страны которые россиям заразила насчет не по тут же у меня такая параллель возникла помню в конце 80-х годов в литературных кругах такая ходила шутка сначала будет перестройка потом перестрелка потом пересадка но мы в это время будем в переделке на да и и часто говорили что якобы вот это специально теперь уже говорят это специально все было сделано для того чтобы выявить нелояльных и вот теперь то будет настоящий перестрелка не находите что путинизм это нормальное такое продолжение это все логично ложится но я вообще конспирологические теории не верю и более того я не верю в то что вся вот эта сволочь которая правит россии которая правила там 70 80-е годы которые правят сейчас она способна к такому стратегическому мышлению они не они не только негодяи на два года вперед нет не способны абсолютно но вы посмотрите на ту политику которую они проводят на тоже самоубийственный идиотизм то есть ну да даже желание сохранить там тоталитарную власть его можно было бы реализовывать намного более по-умному и сразу более по-моему все что делают просто такая феерическая глупость что только с этим народом такие вещи и проходят любой другой народ и давно бы уже перевешивал на фонарях но в демократических странах просто судил бы отправил бы в тюрьму только такой народ как а тот что сложился в россии может не только это безобразие терпеть но и обеспечивать им эти заоблачные рейтинги мы конечно все понимаем чего стоят все эти выборы насколько там накручены все эти проценты но тем не менее пусть они там накручены на 10 на 15 на 20 процентов но не на порядке не в разы то есть большинство действительно поддерживает этот режим несмотря на все что этот режим творить вот это опять в эпоху интернета в эпоху доступа к свободной информации это окончательно убеждает безнадежность понятно я напоминаю что в эфире первого голосового портала писатель юрий нестеренко мы с ним беседуем о судьбах россии так вот может быть в связи с тем что власть то нелегитимна что все институты властные рушатся может и настала пора открытых действий против нелегитимной власти а может хватит бежать от проблем эмигрировать говорить какие мы бедненькие несчастненькие может быть пора жестко решать эту проблему раз она всегда так пытались сколько лет толку то понимаете когда на полу на площадь на террас на сур самую триумфальную площадь выходит тысячи человек и это преподносится как большая победа десяти миллионном городе 140 миллионной страны господа чем тут говорить а вы выходят 50 тысяч если бы кто-нибудь мог вывести хотя бы 50 тысяч вы и даже если вы вспоминать эти огромные митинги которые были в конце перестройки к сожалению приходится сейчас реконстатировать что большинство людей выходивших на эти митинги выходили туда не потому что им нужна была свобода и в цене они видели просто нового хорошего хозяина который сменит старых и плохих хозяев а никоим образом не освободителя который который даст им свободу вам еще один вопрос от слушателя а что же подтолкнет народ на то чтобы не то чтобы смести власть но хотя бы заставить считаться захват власти в отдельных городах например разгром мэрии или дома правительства в москве останкино что-то из похожего на 93 что же должно произойти да боюсь что ничего и уже не подтолкнет потому что последняя моя была надежда что вот мировой кризис в конце концов все-таки падение цен на нефть и так далее я говорю что хоть то что не доходит через голову дойдет хотя бы через жил бы нет этого не случилось режим как мы видим не пал вступление остаются чистым маргинальным явлением я не исключаю того что действительно будет какой-то бунт будет может гражданская война я этого не исключаю но я исключаю положительный исход всего это не значит что я призываю смириться и не бороться безусловно с этим режимом бороться надо но просто я не верю в то что на территории россии с этим народом будет построена не некая свобода я исхожу из того что этот режим несет зло не только собственному народу он несет зло миру в целом поскольку он стал для всех тиранов и диктаторов начиная там от того же самого той же самой северной кореи того же самого ирана там венесуэлы и так далее вплоть до самых последних африканских стариков нет нет такой диктатуры нет такого ублюдочного режима на планете земля которому россия напрашивают лучшие друзья и защитники они уже выписывали атомную бомбу северной кореи сейчас они помогают сделать то же самое рану поэтому этот режим несет зло угрозу вред всему миру поэтому бороться с ним безусловно надо то есть мы конечно же готовы вооружить всех обезьян планеты и возгордиться а вот кстати о гражданской войне вы говорите но тем не менее почему-то выступаете за легализацию оружия для населения но знаете очень часто приходится слышать о том что народ не готов причем власть об этом говорит может быть она конечно отпора боится но очень часто повторяет что вот народ быдло такое пьяное перестреляет же друг друга вы уверены что не перестреляет если легализовать оружие есть мировой опыт на эту тему есть мировой опыт множество стран которые наглядно показывают что когда у человека есть оружие и гайда уже пей до 100 и у него есть ответственность и собственно говоря да то количество людей которые уехали за границу и в те страны где оружие легально они как-то друг друга не перестреляли чтобы в тех же самых сша есть например такой замечательный пример швейцарии почему швейцария может позвонить ралите потому что там фактически может что можно сказать что швейцарск армия равно тождественно равна швейцарскому населению потому что дома у каждого автомат даже не пистолет автомат то есть там люди они дают там есть обязательная военная служба которая несравнима с тем призывным рабством которые есть в россии там люди получают от военных возвращаются к себе домой возвращаются с оружием с армейским боевым оружием и поэтому эта страна которая может себе позволить нейтралитет потому что там фактически фактически каждый способен себя получается что вы сами себе противоречите с одной стороны вы говорите что русских полным полно понаехала на запад никто никого не стреляет с другой стороны вы говорите что русский народ какой-то особенный что у нас вообще какой-то кошмар творится в менталитете как же такому народу доверять оружие я говорю что есть два народа нет знаете в чем дело когда я говорю о необходимости иметь оружие это не значит что я считаю что если сейчас всем каждому лету пора занять демократической страной нет конечно один народ от другого а гражданском оружии говорю в общем виде что в принципе любой нормальной стране и любой нормальный народ должен право себя защитить вот это не значит я говорю это конкретно россии что касается того что будет россии я говорю что никаких положительных прогнозов у меня в этом смысле нет если пьяный быдло друг друга перестреляет туда пьяного быдлу дорога вот единство что я могу сказать на эту тему а приличные люди должны иметь возможность себя защитить потому что кроме них защитить их больше некому совершенно очевидно что государстве защитить не не может и не хочет а нередко еще и на оборотку раз уже в истории проделывал уничтожать человека вооруженного намного вы наверняка знаете наверняка знаете наверняка слышали что произошло на манежной площади они 11 декабря прошлого года и и наслышанная о наметившейся активности националистов как вы считаете это фашизм поднимает голову или это был действительно глаз вопиющего народа типа достали достали убивать русских давать взятки чиновникам отнимать у местного населения работу вот фашизм это или глаз вопиющего народа это ни то ни другое это путинская провокация то есть понятно что режим разыгрывает эту карту чтобы очередной раз запугать обывателя пуглым русского фашизма и сказать что мы единственная ваша защита от них так что и если у кого-то есть еще сомнения по поводу того кто за всем этим стоит то пожалуйста посмотрите на поведение путина который там через несколько дней поехал брата с этими фанатами посещать могилу там этого убитого болельщика и так далее то есть он наглядно показал очень на чьей стороне его симпатии за кого-то сказать это власть что касается фашизма то это вообще такой вот жупел люди произносить это слово чаще вообще не представляет себе о чем они говорят фашизм в россии не пройдет очень простой причине в россии уже прошел путинский режим это есть фашизм потому что что такое фашизм фашизма это тоталитарный строй при котором отсутствует политическая свобода но при этом имеется некая очень условная но свобода экономическая в нацистской германии это имело место быть это имело место у ее сателлитов сейчас имеет место в россии вот но как справедливо сказал новодворске итальянский фашизм вот пример замечательного муссолини это же очень яркий пример то есть там не было нацизма а фашизм само понятие фашизма но итальянская называют фашизмом даже может быть и не вполне корректно хотя я считаю что нацизм это частный случай фашизма то есть это нацизм это фашизм отягощенный еще вот этим а вот этой агрессивной ксенофобии вот который вообще говоря не является для фашизма обязательной чертой обязательной чертой для фашизма является именно политическая диктатура государства все личность ничто это принцип формулирован еще на муссолини вот и принцип прекрасным образом воплощающийся в жизни при путине то есть а современная россия это фашистка это не металл это не кавычки это констатация факта но в отличном случае в предыдущих фашистских государств которые ну хоть какую-то пользу вы своему народу приносили хоть что-то полезное делали это фашизм как справедливо сказал новодворск это фашизм для бедных которым нет ничего хорошего не только для других народов но и для своего собственного у меня в связи с этим к вам встречный такой вопрос я напоминаю нашим радиослушателям что в прямом эфире первого голосового портала мы беседуем с писателями юрием нестеренко юрий как вы относитесь к несистемной оппозиции и конкретно к ее лидером немцову лимонову каспарову касьянову рыжкову к идее стратегии 31 считаете ли вы что это стратегия полезно или напротив это все уже профанации поздно пить боржоми когда почки отвалились я считаю что эта стратегия полезно я сам не участвовал собственно продолжаю участвовать не до сих пор уже уехал в америка мы в нью-йорке 31 числа тоже выходим на протестные акции перед российским представительством при оон но если раньше я верил то что это как-то поможет полить режим может быть даст какой-то шанс на переход в демократии то сейчас я рассуждаю только с позиции того что россия дала миру критерий добра и зла если россии что-то нравится если она выступает резко против чего то это добро если этому режиму очень не нравятся акции 31 а насколько сильно они мне нравятся мы это наглядно видим значит эти акции нужно проводить я сейчас исхожу уже из этих соображений если мне нравится внесистемная позиция значит 1 что она делает хорошее дело но при этом это не значит я разделяю взгляды ли мы да и в общем-то с ним то у меня имеются серьезные разногласия поскольку немтов хочет сохранить империю надеется что из нее можно сделать что-то демократическое но я говорю что это абсолютно ложная посылка все считает что вот это вот огромное государство должно быть сохранено именно как единое что единство россии это некая ценность это антиценность давайте немножко немножко расслабимся такой вопрос у меня к вам в своем творчестве в частности вот в известном стихотворении которое в самом начале эфира прозвучало она называется глядя в телевизор вы довольно таки жестко и нелицеприятно отзываетесь о некоторых ключевых российских персоналиях а была ли от них какая-либо ответная реакция скажем так реакции которые я мог бы однозначно детектировать ответную именно на это стихотворение было приходим на работу но он не говорил со мной о моем творчестве он говорил со мной о моем участии в митинге 31 числа насколько я понял у него была наивная мысль что меня можно завербовать ну естественно я смеялся в лицо он мне рассказывал сказки о каких-то агентах иностранных разведок которые стоят за акциями 31 числа я естественно проектирую ему анекдот на тему того что оправдали что евреи продали всю россию ну там значит да вы сволочи такие продали всю россию а где тогда моя доля но я сам не еврей на это анекдот люблю цитировать каждый раз когда мне объясняют сколько заплатили за мою российскую деятельность 0,0 собственно никогда за деньги я политикой не занимался всегда все что я делала делается исключительно по велению души ну точнее говоря по велению разума и принципов а никаким образом не за деньги а были мне были мне естественно в интернете многочисленные угрозы были угроза по телефону но чем мы чем конкретно ну наверное всей совокупностью моей деятельности они были вызваны я не могу сказать что это было конкретно конкретным стихотворениями и обиды вот конкретного человека я это просто не знаю но если скажем так если это стихотворение неизвестно но это лишь не раз покажет насколько они плохо работают спасибо вам за ответ на вопрос известно что многие вчерашние властители дум при чекистской власти просто скурвились сучились как говорится потому что все вокруг пропитал ложью цинизмом достаточно посмотреть наше телевидение в общем все станет ясно да те бесконечные сериалы ублюдские эти концерты когда детский хор уже наш поет наш притончик гонит самогончик то есть им смешно мне лично стыдно а ведь над этим продуктом работают целые группы там креативщики режиссеры они считаются интеллектуалами они деньги за это получают на зарплатах неплохих сидят как не запачкаться людям творческим ведь понятно если ты журналист режиссер сценарист актер то есть человек творческой профессии тебе просто перекроют все как ты только начнешь возмущаться высказывать свою позицию гражданскую ваш рецепт выживания как так состояться в профессии и не превратиться в проститутку то есть не каждый ведь может пойти в грузчики или дворники кто-то просто здоровьем слаб да да и в дворнике у нас только таджиков в москве например берут или надо просто уезжать вот и весь рецепт все надо просто именно к этому я и призываю вы собственно все все же сказали на иначе просто не дадут даже те последние отдушины которые там еще существуют их тоже запечатают мы же видим все это наступление который идет на последние остатки независимых сми который давно уже не независимы на самом деле мы знаем что это мэриан тв эхо москвы они принадлежат тому же газпрому которая в любой момент может не перекрыть кислород и мы и мы кстати наглядно уже видим это вот проституирование когда там тоже самое эхо москвы во время российской агрессии против грузии вещала несло там с шоссе группа унисон труппром официальной пропаганды всевозможную антигрузинскую чушь мы это наглядно видим то есть безусловно ну какие-то шансы может быть есть людей которые ну предельно далеки там от всякой политики там не знаю каким-нибудь композитором может быть это то на фоне общего вот этого обыдления опопсения общей культурной деградации который проводится на сознательно поскольку естественно этих в этой хунте правящий чем чем выделеет тем проще управлять этим выглав на фоне всего этого я не думаю что творческих людей в россии есть какие-то перспективы 80-е годы были некие непререкаемые авторитеты но сахаров к примеру да сегодня мы наблюдаем с одной стороны как лижут власть вылизывают просто бывшие властители ду макаревич гребенщиков коляги на табаков не буду всех называть это большой список с другой стороны вот смотрите акунин выступил за ампутинацию страны улицкая возвысила голос за ходорковского актрисы есть несогласные ахиджакова фатеева юра шевчук музыкант а вообще есть ли сейчас некие абсолютные авторитеты или в россии их время безнадежно ушло я не думаю что сейчас есть абсолютные авторитеты но это как раз хорошо потому что абсолютный авторитет это признак тоталитаризма свободном обществе абсолютных авторитетов быть не может просто не может поскольку на то она и свободное общество что у каждого свое мнение своя позиция то что для кого-то является условно истиной для другого является отвратительной ахинеей другое дело что да к сожалению те люди которые действительно достойны уважения об их позиции часто просто не знают если если знают то вы воспринимает нечто нехотный идеализм во время которого давно ушло ну или вообще там как козни врагов кто является авторитетом для меня для меня например владимир буковск сожалению многим в россии сейчас вообще не здесь то есть они даже имени такого не слышали да к большому сожалению я напоминаю что на первом голосовом портале мы беседуем с известным писателем юрием нестеренко ваш прогноз юрий на 2011 год как долго все это продлится это чекистская хунта хотя это наверное уже второй вопрос в общем ваш прогноз на одиннадцатый год я не нострадамус что называется пророчица нострадамус это тоже чтобы большая чушь и разводка ни одной из них не оправдалась до того как было до того как настал соответствующий год а все только задним числом были подверстаны вообще говоря очень существует очень много примеров людей которые с надутыми щеками отважности делали прогнозы которые потом оказываются очень смехотворными по интернету целые списки прогнозы гуляют поэтому я не буду ему куда бляться но единственное что я могу сказать будет плохо а какие конкретно формы это примет могут быть самые разные варианты все что угодно могут начать очередную маленькую войну как раз им там под очередные псевдо выборы нужно будет рейтинг поднимать опять-таки там отвлекать народ от очередных провалов на экономическом фронте и могут быть какие-то репрессии в следующий раз не пропасать уже не на 15 суток сейчас будет уголовное дело так уже есть немало людей помимо всем известного фонарковского немало есть уже в россии политзаключенных и людей против которых возбуждены дела которым они могут сесть перспективе все будет только хуже и последний у меня к вам вопрос у нас уже к большому сожалению заканчивается время нашей программы очень интересная была беседа тем не менее высоцкий когда-то пел не найдитесь я не уеду ну уже потом стало известно что не совсем так там был период когда он все-таки всерьез рассматривал возможность отъезда покинув россию вы намерены следить за тем что в ней происходит или как некоторые мигранты плотно за собой закройте дверь и уйдете не оглядываясь в новую жизнь вы будете следить ну пока пока еще слежу да то есть часть вас все-таки здесь в россии да нет ни часть не тоже часть меня в россии а просто за врагом надо следить потому что поворачиваться к нему спиной не следует да а от этого врага можно ожидать всего чего угодно с нами был юрий нестеренко известный писатель я надеюсь что это был наш не последний разговор с юрием надеюсь что ему понравилось на первом голосовом портале я не выпрашиваю никаких комплиментов ни в коем случае хочу вам напомнить что 20 лет назад начале 90-х годов также по политическим мотивам покинул россию известный певец и поэт юрий на умов и его песни который называется сюрреалист мне бы хотелось закончить сегодняшнюю нашу программу это интервью с юрием нестеренко такое ощущение что мы так и остались жить в этом сюрреалистическом имперском мире также сидя на этой наркотической игле газа нефти невероятных природных ресурсов и так хочется наконец-то выйти из этого наркотика посмотреть на мир трезвыми глазами и стать свободными свободы вот чего я вам желаю как и весь первый голосовой портал спасибо юрию нестеренко всего вам доброго свободной жизни и хороших новостей